Сотрудники госавтоинспекции провели мероприятие, направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий. На этот раз они напомнили водителям и пассажирам о необходимости использования ремней безопасности. Основная цель данного мероприятия, чтобы водитель и пассажир понял для себя и донес до своего ребенка, до своих друзей, что передвигаться на автомобиле безопасно с пристегнутым ремнем. В последние годы в основной своей массе все соблюдают правила и используют ремень во время движения. Конечно, в том числе на это повлияли штрафные санкции за несоблюдение данного правила и установка камер фото-видео фиксации. Тем не менее, водители стали более ответственными. Выдаем вам флайер специальный, можете передать своим друзьям, знакомым, что обязательно пристегивались за рулем, пристегивали пассажиры в особенности детей, они нарушали скоростной режим. За время рейда сотрудники госавтоинспекции остановили большое количество водителей такси. Оказалось, что все они перевозят пассажиров, пристегивая ремень. Я в такси работаю, у меня некоторые пассажиры, бывает, не пристегиваются. Я их прошу пристегнуться, особенно вот сзади. Спереди пристегиваются все, а вот сзади некоторые не пристегиваются. И поэтому люди должны понимать, что это их безопасность прежде всего. Однако не все оказались такими законопослушными. Один из водителей автобуса вышел в рейс непристегнутым. На этот раз он отделался предупреждением и пообещал в будущем следовать букве закона. Пассажира перевозите, надо пристегнуться. Согласен? Согласен. К дорожным инспекторам присоединился инспектор пожарного надзора. Он напомнил водителям о случаях возгорания автомобиля при его эксплуатации и рассказал, как этого избежать. Необходимо постоянно следить за состоянием узлов агрегата автомобиля, следить за его проводкой, потому что основной причиной возникновения пожара – это неисправность узлов агрегата и короткое замыкание. Напомнили о наличии первичных средств пожаротушения в автомобиле и правильности их применения в случае возникновения пожара. Регулярные профилактические рейды будут продолжены.